Здравствуйте! Приветствую вас на канале Процветок. Сегодня мы поговорим об арбузах. Культура это как бы не новая для нашей страны. Ее выращивают уже фермеры, выращивают многие любители, но у некоторых не получается вырастить арбуз. А почему? Давайте будем разбираться. Ну, во-первых, необходимо знать, что арбузы все происходят с Африки, и это жаростойкое растение. То есть температуры порядка 30-35 градусов очень нравятся этому растению. Минимальная температура для арбуза плюс 15, плюс 17. Ниже он уже прекращает свой рост, а при 60 градусах арбуз начинает болеть и может даже погибнуть. Поэтому ваши ошибки заключаются в том, что вы выращиваете арбузы при более низких температурах. Более низкие температуры, конечно, обречены на неудачу. Технологии выращивания арбузов существует как бы две. Одна технология существует для больших площадей, когда выращивают фермеры. Я расскажу там вкратце ту технологию. Ну и следующая технология любительская. Ну, любительская технология, она существует очень давно. Я отмечу вам такой интересный факт, что уже в 1880 году у горе Горецкой земледельческой школы преподаватель Ритов выращивал арбузы. Он садил в открытый грунт. Это север Белоруссии. И он получал прекрасные результаты. Уже тогда было показано, что все арбузы необходимо выращивать рассадой. Рассаду Ритов высевал в конце марта месяца. Точно так же можем поступить и мы. Но пока высечь рассаду, давайте мы чуть-чуть остановимся на сортах. Сортов арбузов существует, конечно, очень много. Ну, самый популярный, конечно, Шугар Бэби или Сахарный Малыш на русском языке. Потом Крымсон Свит. Очень популярный сорт. Ну, есть другие сорта популярные. Ну, соответственно, зацикливаться на сортах сильно я не хочу. Потому что можно прорекламировать сорт какой-то фирмы. И вы будете потом искать. А вы можете не найти. Поэтому исходите из того, что есть в магазине. Что необходимо обращать внимание? Самое первое в условиях Белоруссии, на что необходимо обращать внимание? Чтобы сорта были ультра ранние, ранние, ну, в крайнем случае, средние. Поведние сорта не пойдут для нашего выращивания. Почему? Потому что ранние сорта могут дать урожай на 50-60 день после сходов. Вот, а поведние сорта 95-й, 100-й день. То есть через 3 месяца. Ну, и добавок, не забываем, что эти дни не совсем это сам как бы точно отражают характеристику. Это при оптимальных условиях. Когда температура будет не меньше 30 градусов, арбузы в это время начнут плодоносить. Ветер у нас прохладное лето, температуры более низкие. Соответственно, срок созревания арбузов уже удлиняется. И наши арбузы начнут созревать где-то в августе месяце. Что не есть хорошо. Потому что в августе уже холодные ночи становятся. День то теплый, ночи холодные. И арбузы еще дальше начинают зреть, еще медленнее. Поэтому они в августе начинают зреть, а созревают к концу сентябра месяца. Вот так что учтите этот момент. Первое, что мы обращаем внимание, значит, на скороспелость сорта. Второе характеристика, что мы будем обращать внимание, на длину побегов. Потому что вот если тот же сахарный малыш в побеге вырастает метр восемьдесят в длину, то есть же сорта, в которых побеги вырастают и три, и четыре метра в длину. Поэтому обращаем внимание, какая длина побегов. Почему эта характеристика важна? Ну, потому что чем длиннее плеть, тем позже созревает этот сорт арбуза. Запоминайте, эти признаки взаимосвязаны. Ну и дальше, если вы будете выращивать цеплицы, сами поймите, что длинноплетистые растения вам не очень, то и подойдут. Ну, следующее, что необходимо обращать внимание, ну и что, кто обращает внимание на величину плода. Плод, например, самых ультра ранних сортов обычно бывает, ну, два с половиной, три килограмма. Более поздние сорта могут дать до семи и даже максимум девять килограмм. Ну вот, какую выращенность арбуза следует ожидать при выращивании в условиях Белоруссии. Значит, вы знаете, что с одного растения вы можете собрать два, максимум три плода, если будете выращивать арбуз в открытом грунте. Если будете выращивать арбузы в цеплицах, под пленкой, стеклом, поликарбонатом, это не так важно. Вы можете собрать четыре плода, то есть в два раза больше. Ну, это, понимаете, все сооружение надо отдавать этим культурам. Почему? Потому что арбузы, они очень светолюбивы. И малейшее затенение, значит, снижает урожайность, потому что затягивается вегетация. Соответственно, плоды растут более поздно и созревают также гораздо позже. Ну, дальше, что по семенах. Ну, семена арбузов, независимо, какие они бывают, так черненькие, маленькие, бывают такие полосатенькие, рабенькие, это не так важно. Значит, в открытом грунте все семена в условиях Белоруссии, это, конечно, бесперспективно. Потому что в арбузах длинный вегетационный период, поэтому эту культуру надо выращивать рассадой. Ну, рассадный период у арбуза составляет 20-35 дней. От чего он зависит? Он зависит от скороспелости сорта и от местоположения. В южных районах республики, ближе к границе с Украиной, арбузы высаживаются 20-дневные. А чем более северный, тем рассада должна иметь больший забег, то есть 35 дней. Поэтому совершенно прав тот рытов, который съел арбузы в конце марта месяца. Ну, значит, замечу, что при температуре 25-30 градусов арбузы прорастают на 9-10 день. А если температура где-то 15-17 градусов, то всходов надо ждать 15-18 дней. То есть полмесяца надо ждать всходов. Поэтому сразу создавайте тепло, для того, чтобы эти растения быстро взошли. Ну, для выращивания рассады арбуза мы готовим рыхлый почвогрунт, такой же, как для огурцов. Точно так же арбузы можно прорастить где-то во мху или опилках, и потом посадить в стаканчики с землей. Посадили в землю, и потом будем высаживать в открытый грунт. Ну, так вот дальше технология рытовская была, а вы смотрите, подходит она вам или нет. Значит, арбузы он высаживал в открытый грунт в начале мая месяца. Значит, копались ямы глубиной 50 сантиметров, наполовину ямы заполнялись конским навозом. Заполнялись конским навозом, засыпались землей, и после этого в них садился арбуз. Навоз разогревался, и почва для арбуза подогревалась. Ну, в теперешних реалиях, конечно, того конского навоза сыскать трудно, мы можем взять сорняки. Взяли сорняки зеленые, тем больше зеленых сорняков, перемешали с соломой, если их мало, и полили насыщенным удобрением или хлористого калия, или сенокислого калия, для того, чтобы наши сорняки быстрее начали гореть, быстрее начали давать тепло. Пролили землей, засыпали, высаживаем арбуз. Ну, и дальше хитро следующее было, что в начале мая у нас в условиях Белоруссии, даже на югах, не говоря уже о северной части, бывают заморозки. А делать зашито заморозка очень просто. Брались цинковые ведра без дна, ведро ставилось в осаженную рассадину арбуза, и сверху ведро накрывалось стеклом. И вот арбуз такой мини-цепличке, значит, жил до начала июня, пока те ведра не снимали, пока угроза заморозков не уходила. Что дает? Цинковое ведро днем награется, отдает тепло почве, ночью начинает остывать. Ну, почва зашчет стекла и этого тепла, остывает гораздо медленнее, и арбузы себя чувствуют гораздо комфортнее. Дальше снималось это укрытие. Ну, в первых условиях реалиях, что можно сделать? Полисеверная пленка, сделать каркасики из проволоки, например, прикрыть полисеверной пленкой, и наши арбузики будут расти прекрасно. Сняли, и дальше смотрим, что и дальше интересно. Замечено, что большинство арбузов, кроме, пожалуй, гибридов, основной урожай дают на основной плети. То есть в арбузах надо максимально сохранять основную плеть. Вот завязалось на этой плети два плодика, значит, ну, максимум три плодика, если это рано, если что, июнь месяц. Значит, мы плеть пришипываем. Точно так же мы вышипываем все боковые пасынки, потому что они растут, забирают питание от основной плети, но они не дадут нам урожая. Они только истощают наше растение. Ну и дальше по арбузам не запоминаем, что арбуз, сами понимаете, плод крупный, вот, соответственно, требует много питания. Ну, какое питание подходит арбузу? Очень приветствуется органическое питание. Это может быть те же самые гуматы, это могут быть те же удобрения типа бочки, это самое название торговое, это могут быть другие удобрения, это даже сорняки. Настой сброженных сорняков точно так же можно использовать для подкормки ваших арбузов. Ну и не забываем, что арбузы, значит, особенно ближе к осени, в августе месяце, они могут просто-напросто выросшие плоды загнивать от холодной земли. Поэтому под арбузы мы подкладываем или дошечки деревянные, или куски пенопласта, чтобы арбуз где-то лежал на теплой подушке. И дальше вы собираете богатый урожай арбузов. Ну, в промышленности, конечно, где большие плантации арбузов, где садят и по 5, и по 10 гектаров, технология немного другая. Технология там на чем основана? Что значит, готовится почва. Почва для арбуза должна быть только легкая и плодородная. На тяжелых почвах арбуз не растет. Как бы вы ни старались, на сумменьках он не вырастет, потому что почва тяжелая, ему холодно. Только песчаная почва подходит для этой культуры. И вот делается, эта почва пашется, на этой почве раскладываются рулоны пленки. Разложили рулоны пленки, концы поприсыпали, оба края засыпали землей, и потом делаются краснообразные надрезы, и высаживаются арбузы. После этого устанавливаются дуги с поликарбонатом, и под этими дугами арбузы растут. Что дает такая технология? Значит, пленка награется, соответственно, она греет почву. Почва становится более теплой. Далее, арбузы, которые вырастают, они тоже не лежат на земле, они лежат на теплой пленке. Пленка, когда нагрелась, они лежат на теплой пленке, и, соответственно, они не гниют. Поэтому, смотрите, вот вам две технологии. Одна технология любительская, вторая промышленная. Но все равно укрытие необходимо и в том, и в другом случае. Ну, конечно, некоторые любители просто делают точно так же. Берут черную пленку, растягивают только более узкую. По длине этого парника, который у нас есть, садовод называется, растянули от парник, и там садят арбузы. Ну, расстояние при посадке арбузов друг от друга составляет метр пятьдесят. Не надо заглушать ваши арбузы, потому что эта культура все-таки требует свободы. Если вы заглушите, вы не получите большого урожая. Ну, еще что необходимо помнить, что арбуз – это культура, которая должна опыляться пчелами. Если пчелы не летают, вам с вами придется выступить в роли пчелы. Значит, берем цветки пустоцветы и опыляем цветки, которые с завязями опылили. Это гарантия, что арбузы у вас порастут. Ну, конечно, если хозяйство крупное, то они вывозят пчел, пасеку, и уже пчелы, соответственно, работают над повышением урожайности. Раньше, когда я высаживал рассаду арбузов, у меня получились выпады. Теперь я защищен от этих выпадов. Я использую такой препарат, как триходермопрофит. Посадил рассаду, поливаю не чистой водой, а с добавкой триходермы, и мои все арбузы проживаются на сто процентов и хорошо сохраняются. Впоследствии дают очень хороший урожай. Зато как приятно потом осенью собрать такие сладкие плоды арбуза, которые выращены собственными руками. Это восторг не только для вас, но и для ваших детей и внуков. Удачи вам! До свидания!